В Великобритании состоялся четвертый саммит европейского политического сообщества. В Бленхемском дворце собрались лидеры 47 стран, среди них как представители членов Евросоюза, так и главы государств, не входящих в ЕС. Лидеры обсуждали шаги по защите демократии, регулирование процесса миграции и укрепление взаимодействия в энергетической сфере. Одной из центральных тем была и война в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Старбер, открывая саммит, заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Ведь украинцы сейчас также защищают европейский континент. Старбер также напомнил об актуальности использования российских активов для восстановления Украины и продолжения санкций против РФ наряду с уменьшением зависимости от российских нефти и газа. Участие в мероприятии принял президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он отметил важность ликвидации военных аэродромов в российском тылу, а также попросил всех присутствующих поддержать усилия Украины и примкнуть к совместной работе над саммитом мира. Нам нужно действовать максимально смело, чтобы достичь результата. Мы можем направить эту войну к ее справедливому завершению с силой нашего оружия и нашей дипломатии, и мы не должны бояться этих возможностей. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее окажется Путин. Чем меньше у нас будет ограничений по использованию действенного оружия, тем активнее Россия станет стремиться к миру. Военные аэродромы, откуда российские самолеты взлетают с бомбами для наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет – все это должно быть уничтожено. Это не только ликвидирует некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и дроны не являются носителями государственного суверенитета, поэтому необходима коллективная воля, чтобы их сбить, так же, как это было с иранскими ракетами и дронами. Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, способным продемонстрировать необходимую храбрость. Эти шаги должны быть предприняты. Я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Соединенному Королевству, Франции, Германии, Польше и другим друзьям. Ваша смелость может стать решающей для мира. Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества провел встречу с королем Великобритании Чарльзом Третьим. Лидер украинского государства выразил благодарность британцам и правительству его величества и подчеркнул, что Соединенное Королевство остается одним из ближайших и важнейших союзников Украины. Кроме того, президент Украины провел ряд встреч с главами европейских государств, в частности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Санчесом обсудили дальнейшее сотрудничество и поставки вооружения Украине. Зеленский также подписал соглашение по безопасности со Словенией и Чехией в сферах информационной и кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью, разведки и контрразведки, а также гуманитарного разминирования. С премьер-министром Дании Мэтт Фредериксон украинский президент обсудил участие страны в восстановлении энергосистемы Украины. Сегодня Владимир Зеленский примет участие в заседании правительства Великобритании. Таким образом, он станет первым зарубежным официальным гостем нового премьер-министра. Субтитры создавал DimaTorzok